Тестатик наверх, большие маленькие любители крупных калибров, Александр Петров с вами, в гостях у меня Клибер, французский прокачиваемый сменец 10 уровня. Давно хотел получить себе этот корабль в порт, раньше на тесте он просто был великолепен, но, к сожалению, когда его довели уже до релиза, корабль стал ну такое себе, честно говоря. И причин тому несколько. То есть, когда у эсминца, это у нас, напомню, артиллерист Клибер, он стреляет в первую очередь, потом уже торпеды, ну так вот, если вы неожиданно засвечиваетесь, там что-то происходит, внезапно РЛС, прилетел авик, другой эсминец может либо уйти в дымы, либо отхилиться потом после полученного урона. Но у Клибера ни того, ни того нет, поэтому любая ошибка стоит ему, как правило, какого-то количества хп или, возможно, даже гибели. Поэтому ошибаться на Клибере совсем-совсем-совсем нельзя. И играть надо аккуратно, и этим он достаточно неприятен, в принципе. Потому что плюсов у него таких вот, прям, знаете, за счет того, что вот дымов нет, есть быстрая перезарядка. Я бы не назвал это, прям, знаете, таким существенным плюсом. Плюс, опять же, к тому, к моим словам, доказательствами является крайне малое количество французских эсминцев. Дело в том, что, естественно, любой авианосец, который прилетает, уничтожает любого француза просто на ура. Я понимаю, если бы у француза было еще какое-никакое там ПВО, но ПВО нет, и что-то пытаться сделать на французе против АВИКа практически невозможно. Но мы, друзья, с вами не унываем, и будем пытаться Клибера выкатывать и его всячески опробовать. Начнем со сборки. Я уже что-то только не пробовал. Пробовал брать здесь и на рационку, и поджоги там, и туда, и сюда, но остановился на чем? В первую очередь, надо как-то спасаться от авианосцев. Пожалуй, наверное, единственное, что вам здесь поможет, это шквальный огонь ПВО. Возможно, это вот единственный перк для эсминцев со слабой ПВОшкой, который вроде как бы должен защищать вас от АВИКов. Так ли это или нет, мы сейчас с вами проверим. Я первый раз только уберу, но, наверное, по закону подлости не будет ни одного авианосца, потому что вот все предыдущие бои, когда я тестировал, тут выбирал оптимальную сборку для видео, АВИКи были, и они, естественно, делали со мной все что угодно. А вот сейчас, я чувствую, когда я записываю видос, АВИКи вряд ли появятся. Усиленная огневая дает нам дальность, и мастер борьбы за живучесть добавляет у нас 3500 хп. Это тот минимум, который нам необходим для того, чтобы прожить немножко дольше. 25400 единиц хп, артиллерия 12 орудий калибра 139 мм, не слишком, кстати, скорострельная, 7 секунд перезарядка. Да, можно сделать быстрее, но для этого придется поступиться дальностью. А дальность это то, помимо скорости, что дает французам жизнь и возможность нанести какой-либо вообще в принципе урон. Без дальности корабль практически бесполезен, потому что у него ни дымов, ни хилки, и любая перестрелка 1 на 1 для него, как правило, заканчивается, ну, сами понимаете, чем. Если это не сменится, с минцами более-менее корабль справляется, но вот что касается всего остального, это такое себе. Есть торпеды, быстрые, но реализовать их получается крайне редко, именно по той причине, что ближний бой вообще соваться на калибере не стоит. Именно по этой причине лучше торпеды приберечь до самого-самого такого, знаете, последнего момента. На тесте у него были, по-моему, девятки, девятки было реализовать проще, а вот восьмерки, увы. ПВО практически отсутствует, вот минимальный урон он наносит, плюс тому дальний засвет самолетов больше, чем ПВО, и вы можете ПВО в принципе здесь не выключать, нет смысла в этом никакого. Вы скажете, как же ПВО демаскирует в дымах? Боже, дымов-то нету, что же делать? Максималка 46 узлов, плюс 20% форсаж, но это, к сожалению, никак не влияет на попадание противника. Противники у нас сейчас совершенно спокойно попадают и на 20 километров по эсминцам, а виной тому, я думаю, что лес-то просто немножко подкручивает попадание, чтобы эсминцам жилось немножко похуже. Перекладка 4.8 на самой грани, но здесь, в принципе, достаточно неплохая скорость, и она дает необходимый, о боже, только не сверлить, необходимый запас маневра для нашего с вами эсминца, и в принципе, 4.8 более-менее комфортно. 7 километров дальность засвета, и здесь у нас система наведения для точности стрельбы на дальние расстояния, здесь у нас управление огнем, а все остальное, в принципе, достаточно стандартно для эсминца. Жмакайте лайк, друзья, если не любите соседей с перфоратором, так же, как это делаю я. Подпишитесь на канал и колокольчик активируйте. А я кофейку хлебну. Ой, господи. Откуда же ты взялся на мою голову? Вот человек, не побоюсь этого слова, я уж не знаю, что он там делает со стенами, но уже, наверное, две недели насилует просто во все отверстия свои стен. Ну, естественно, нет авианосца, понятное дело. Конечно, нам удастся проверить нашего калибера в мире без авианосцев. Ладно, ничего страшного. Но неприятность этого мы переживем, друзья. Ничего страшного. Мы пойдем сейчас в район точки Ам, попробуем оттуда что-нибудь пострелять. Но, опять же, эсминец. Незаметность его 7 километров. Его пересвечивает практически на полтора километра любой другой вражеский эсминец. Ну, шина совершенно точно. Цетка 6 с копеечкой. Сомерс, по-моему, тоже немного. У него небольшой засвет. Друзья, пожалуйста, вот я очень ценю то, что вы меня узнаете в рандоме. Но старайтесь не писать это так, чтобы вражеская команда об этом тоже узнала. Держите себя в руках, друзья. Ну, что ж. Вместе с нашим перфоратором мы отправляемся на точку А. И пытаемся... Не знаю, что здесь делать. Ну, пересветить эсминец противники не получится. Авика нет. И... И что? Так, друзья. Нет, вообще-то не пойду я сюда, пожалуй. Не пойду. Пойду-ка я вот сюда. Пойду-ка я вот сюда. Нет, вообще, на самом деле, не знаю смысла. Особо вылезать на точки, как бы, по-моему, наверное, никакого нет. Если нет авика, нет информации о кораблях противника, просто выйти и хвататься там торпед или урона от крейсеров по чужому засвету. Зачем мне это надо? Мне это не нужно, друзья. Тай-тра-та-там. Окей. Сбрасываем торпеды и идем поддерживать Шиму на точку Б. У меня настолько интересно тут сверлят, что у меня даже на столе вибрация отдаётся. Просто пипец. Идем поддерживать Шиму на точке Б. Потому что, ну, вот так вот. Можем по АМАТу пострелять. Кстати, несколько залпов сделать. Наверное. Возможно, поджечь его. Возможно. Возможно и нет. Попробовать точно можем. Почему нет? Так, он уже забирает точку А. Ага, майонез здесь. Давайте-ка по майонезику. Дадим залпик. Майонезик, привет. Ну, майонезу, конечно, пристреляться по моему эсминцу это целая история. Пока он там это сделает, мы успеем ему, я думаю, несколько залпов-то прислать. Да, отлично. А Шима уже поймала одну торпеду. Ну, вот, ну, ну, как играть? Как играть с этой командой, которая, ну, не хочет играть? Не хочет играть, просто хочет открыть рот и всасывать. Вместо того, чтобы играть. Перфоратор ещё туда же. О, Сомерс, здорово. Так, а я, пожалуй, пойду-ка на Сомерса. Прям возьму, вот, и пойду на него. Что мне? Что мне париться? Это, кстати, Сомерсевские торпеды были, если что. Походу. Он назад идёт. А, нет, не назад. Вперёд идёт. Ну, как-то вот так вот. Да. Я думаю, двигатель надо отремонтировать. Страшного здесь не будет, если мы это сделаем. Ну, и что? Огонь. Огонь, огонь. Где наши орудия? Наши жёны пушки. 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 Пушки зарезаны. Давай. Один на один должен перестреливать кого угодно, но уж точно Сомерс, то мы перестреляем стопудово. Без проблем. Давай, заряжай свои пуханы. Блин. Маневрирует, пипец, хитрый. Ну, должны добирать. И да, не добираем. Как это часто бывает. Окей. Разобрались мы. При огромной поддержке наших союзников. Минотавр, по-моему, нам помогал здесь. Спасибо ему за это. Разбираемся и уходим. Дальше. К сожалению, был бы неплохо, конечно, пойти починиться, грубо говоря, там туда-сюда, подхилиться. Но, увы, нет, не можем мы этого делать. Не можем никаким образом. К сожалению. Можем по Шиме немножко покидать. О, Шима. Кто ему так прислал? Надеюсь, что Кремль. Ну, баллистика, как видите, на дальнее расстояние. К сожалению, достаточно сложный. И надо потратить время, чтобы пристреляться. Какой-то эсминец, кстати, видимо, здесь находится. Не знаю, кто-то по мне так весело палил. О, я, кстати, попал по Шиме. Любопытно. Ямата. Назад идет уже. А давайте сейчас с открытой воды покидаем по Ямато. Причем, кстати, горит от меня. Да-да, неплохо. Самое смешное, что на этом, на Калибере и вообще на французских эсминцев у меня такой, так сказать, не гимн, а такая мантра, что ты реально здесь ничего не можешь сделать попросту. О, Ямато, инвиз. Да ладно. Просто реально не получается ничего сделать, и ты все время говоришь, я не могу там вот это, я не могу то. И ты реально просто не можешь ничего такого сделать полезного. Господи, а тут-то кто еще? Пачка эсминцев. Ну, туда, конечно, смысла никакого у меня нет идти. Вот сюда, наверное, пойдем в эту дырочку. Там немата горит. Динамо бежит, все бегут. Она-то горит. Так, судя по баллистике, кто это? Шима? Да, еще одна. Блин, господи, сколько эсминцев здесь может быть в одной точке? Хе-хе-хе-хе, пипец. Пусть уже с гапом обнаруживает торпеды. Молодец, умничка. Ну и что? Где-то там. Перелез сюда. Ладно. А мы сейчас вернемся. Что вы думаете, что не вернемся? Вернемся. Оп. Есть попадание 4 пробития. Так, теряем мы что-то слишком много. Я бы сказал. Слишком многое теряем. Минотавр должен сейчас пойти и просто сделать... Сделать красиво. Давай, Минотавр, я в тебя верю. Гапа у тебя нет, что ли? Минотавр, как ты идешь на точке без гапа, скажи мне? Что-то за Минотавр такой. Как можно это делать? Ладно, Минотавр. Нет гапа, что делать? Нет гапа, нет любви. Погнали. Погнали отсюда. Сейчас поможем Минотавру домой нам, наверное, немножко. Ну и отойдем. Отвернем. Идем, отвернем. Да, надо все-таки, наверное, с крейсером помочь. Есть у нас такая возможность, просто кидать по крейсерам. Достаточно неплохие вылетают пробития за счет того, что калибр большой. Ну и попросту пока там... Салем помог и разобрался. К сожалению, уже ушел за другую часть острова у нас Шима. Ну а мы пока тогда покидаем просто по Ямато. Почему нет? Шима там будет сейчас колесить туда-сюда. Ага. Да-да-да-да-да-да. Ждать, пока его это... Со всех сторон не окружат. Так. Ну что, Шима. Кто тебя заберет? Тандер или Минотавр? Попадаем мы или нет? Не попадаем практически. Ладно. Там еще одна Шима остается. Вон она, кстати, прекрасно лупасит по нашему Тандеру. Это другая Шима, вторая. Пошел вперед. Шима-то надо немножко поменять нашу Леечку. Ну и все. И замечательно. Можем спокойно его сжечь с чистой совестью. Не думаю, что он по мне будет стрелять. А Шима отходит туда ближе уже к своему Смоленску. Ну почему нет? Окей. Google. Ямато, к сожалению, не хочет гореть решительно. А мог бы и погореть. Кто ты вот, Ямато? Такой вредный. А, вот, кстати, вражеская Шима. Самое интересное. Где-то здесь. А, ну-то загорелись мы. Ну что ж, хорошо. Будет здесь. Яма. Выходи. Мочиться будем. Ауч. А что ты, Ямато, по мне-то стреляешь? Надо вон разбирать тут. Кого там? Тандер всяких. Нехороших. Давай, давай, давай. Надо Шиму прям принимать быстренько. По красотули. Надо Шиму принимать. Та-та-та-ра-та-та-там. Не знаю, кстати, где Шима. Сейчас у меня Ямато засветит. А, это наш Джек Воробей. Блин. Смоленск. А-а-а. Отка дэшборд, пожалуйста. Все, короче, поиграл, походу. Давай, 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 давай. Иди, иди, иди. Шима, зачем ты так? Подожди, мы еще с тобой не доиграли. Так. Так. А теперь надо что-то со всем этим делать. Надо как-то... Ага, да, мы сейчас отсветимся. Конечно. Конечно, конечно. Дымойн меня сейчас посветит. Этот посветит, тот посветит. Там же гап еще у Смоленска. Смоленск. Помимо всего прочего. Смоленск. Где-то здесь. Так, а что я свечусь так далеко? Не надо мне так светиться. Не хочу, не буду. Не надо, пожалуйста. Смоленск, выходи. Ну, почему ты меня видишь? Ну, нет. Ну, не надо. Ну, пожалуйста, я буду тебя хорошо вести. Смоленск, пошел вон. Давай, давай, давай. Торпеды и вон. Кидай мне. Ить, 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 ить. Все. О, ну, мне кажется, что в этой прекрасной ситуации мы сделали просто максимум того, что можно было сделать с нашего Калибера. И Смоленск забрали, и Шиму забрали, и туда покидали, и сюда покидали. Немножко не хватило мне чуть-чуть ХП, чтобы выжить. Но, в любом случае, мне кажется, что достаточно неплохо мы отыграли, красиво. И это, наверное, максимум того, что можно было вытащить из нашего Калибера. Друзья, обязательно возьмите у себя мастера борьбы за живучесть. Он просто необходим. Здесь не хватает ХП, катастрофически. Берите дальность, позволит вам сжечь всяких негодяйских Ямато. Ну и торпеды, друзья, на самый-самый-самый крайний случай вам всегда остаются всяких наглых смоленсков забирать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Турямбыч. И хорошего вам просмотра. Увидимся после отпуска. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok